приветствую вас на канале лана арт приглашаю вас в мое питуньевое царство утром пока еще прохладно я хочу подкормить сейчас все мои цветы ну а заодно сделать небольшой обзор своих питунь и которые в этом сезоне я выращивала а у меня их достаточно много это тайдалы рамблины шоки изи есть еще серии пикабелла еще серии трилоджи конечно же любимая моя опера но еще есть вегетативные питунья в общем в этом сезоне я посадила очень много питуней посадила их в разные емкости чтобы посмотреть и выбрать для следующих сезонов для следующих композиций как то или иное растение ведет в себя либо в открытом грунте либо в кашпо сейчас все питунь и выглядят уже вполне прилично и вообще даже невозможно представить что еще каких-то там три недели тому назад это было ужасающее зрелище сама я испортила свои питунь и а вот что было вот примерно такие кустики представляли из себя все мои питунь и почему спросите что с ними случилось все очень просто все по моей халатности я обработала их пропололом препаратом гербицидом вернее всего от сорняков накануне обрабатывала сныть а у меня две абсолютно одинаковые вот такие прыскалки но естественно случайно перепутала и обработала всю свою питунью средством прополол и в итоге получились вот такие кусты и пришлось немало потрудиться чтобы восстановить хотя бы более-менее прежний вид мои рассады несколько кустиков я оставила без обработки общие обрабатывала сначала hb и потом такие интенсивные подкормки сначала селитры я подкармливала азотный потом я подкармливала плантофолом а вот этот вот кустик у меня остался так сказать такой контрольный в котором я ничего не делала вот это тоже кстати говоря но этот был сначала в маленьком стаканчике 500 литров 500 миллиметров миллилитров который а потом я его пересадил уже вот побольше кашпо но его тоже не обрабатывала а вот это уже обработанный кстати это и в них sensation он вообще такой хуже всех все это перенес я не знаю почему то ли листочки у него такие очень слабенькие не знаю у меня вот это вот самый какой-то болявый этого тоже еще черенок такой не сформированный поэтому вот такой палочкой растет но ему тоже досталось так что иногда такое бывает тоже у цветоводов вот так по своей неосторожности мы можем загубить растение но потом их выхаживаем отхаживаем все нормально на питоне она сама по себе так сорняк уберем но сама по себе очень отзывчивый на подкормки растения и конечно же если за не ухаживать все будет отлично но вот так выглядит сейчас тайдал в север это одна из самых мощных и быстрорастущих питуней и конечно же она тоже прошла процедуру очень кардинальные обрезки но тем не менее кусты очень быстро отрастает растает прям на глазах вот видите тоже полностью все было обрезано и вот такие за три недели нарастил уже на побеги развивается она как каскадная петуния и как только побеги становятся очень большие тяжелые побеги раскладываются в разные стороны вот здесь еще побеги короткие виден этот вот каскадный рост если посмотреть вот здесь центр куста видно тоже что были повреждения постепенно я конечно эти все листочки старые удаляю и растут новые листики вот такая петуния умница раскрасавица отходчивая очень очень она хорошо реагирует на подкормки микроэлементами а плантофол он содержит все три составляющие в равном соотношении плюс очень большой набор микроэлементов следующий питунь это тоже серия тай дал тай дал ход пинг также была вся обрезана можно сказал начинала жить заново и вот так она сейчас выглядит тот же самый принцип развития каскадный рамблин рамблин бургунди хром очень красивый цветок у этой расцветки прям притягивает к себе вот рамблин бургунди хром и опера парпл очень красивые это маленький черенок и вот еще один кустик также вот был полностью обрезан и сейчас уже вот нарастает нарастает еще формируется скоро весь зарастет и вообще не будет здесь ничего видно очень красивая расцветка одна из моих любимых это уже рамблин аметист здесь у меня два кустика осталось много еще в черенках ну вот эти вот два основных таких у меня больших уже пересаженных достаточно большие объемы ну на данный момент конечно также вот он был очень коротко подстрижен и сейчас он еще вот вызывает вот у меня подозрение эти листочки но надеюсь это последствия обработки гербицидами а не какой-нибудь там вирус вот на этом тоже есть некоторых местах пока буду следить за ней но в целом развивается кустик хорошо серии опера это представитель опера разбери айс очень в этом году плохо сходили семена из пяти три только взошли очень плохо развивались пересажены они здесь в трех объемах вот это вот в маленьком трех лидром литровым кашпо в подвесе и тут быстро пересыхает очень питания надо срочно ее отсюда пересаживать но это вот самая маленькая самая хиленька развивалась пока сидит в трех литровым кашпо тоже в маленьком техническом вот всего три штучки у меня основных куста есть конечно еще у меня черенки но они поменьше совсем еще опера пар пол обалденная расцветка всех вообще вот притягивает всем очень нравится яркий такой люминесцентный розовый у меня у два кустика оставила себе но не считая конечно маленьких черенков щу но вот из больших вот такие два кустика все точно так же обрабатывалась все так же стриглась и уже вот наросли такие хорошие красивые уже цветущие кустики это опера мне как всегда посажена здесь вот в этой композиции и опера пар пол здесь даже в двух экземплярах представлены у меня это еще одна опера опера white у нее такое специфическое развитие куста она вся такая растопыренная кустик плоский ее можно узнать даже если она еще не зацветает это здесь кашпо 3 литра у всех вот этих вот обрезан центральный побег к сожалению но пришлось это сделать потому что он был очень сильно поврежден он быстро простает это вот в маленьком еще ту двухлитровым кашпо ну все уже почти почти все заросло серединочки уже практически не видно здесь быстрорастущий кустик это опера blue вот два кашпо осталось у меня еще там в общей композиции тоже тоже были коротко подрезаны один из них вообще похож вот этот вот на кустик самшита как я его называю даже не знаю когда он зацветет очень много побегов но будет расти наверно таким вот шариком посмотрим покажу обязательно когда он распустится здесь вот видно насколько вот он был поврежден все это вот отрастает очень и очень и очень плотная такая шапка нарастает но цвести он будет наверное еще через неделю так точно а в общем контейнере он уже зацвел очень красивый синий цвет вот передает как фиолетовый но он все-таки больше синий а это вот два кустика оперы лавендер еще один кустик у меня там в общей композиции посажен вот этих вот еще два осталось у меня какой-то цветочек не совсем четкий него окрас но надеюсь все это исправится ну а это неожиданность этого сезона выращивались как эти цветочки как сурфиния фиолетовая семена приобретались в сады россии но но явно к фиолетовому не имеет никакого отношения не знаю как сурфинии но к фиолетовому цвету так это точно больше похоже на оперу салман шейдос немножко розовый оттенок на передает камера но на самом деле вот такой лососевый цвет ну что ж будем растить как говорится посмотрим а это сурфиния белая но слава богу хоть оттенки совпали заявленным на пакетиках очень она похожа на оперу но немножко отличается формирование кустика этот конечно обстрижены не в счет весь сейчас обрастает очень так интенсивно будет наверное опять такой кустик самшит но вообще по цветку с белой оперы очень похожи сейчас для сравнения посмотрим вот с левой стороны это опера белая справа это сурфиния белая может быть чуть-чуть отличается вот цветочек ну прям вот совсем чуть-чуть а так в общем то по моему как близнецы и братья на игру что не считая вот сам кустик формирования куста но здесь же покажу еще вот арабелла тоже вроде бы как заявлен как длинноплетистый цветочек такой питунья тоже белого цвета желтой серединкой но цветочек намного мельче чем у сурфинии и чем у белой оперы ну вот так развиваются мои тайдалы рамблины оперы сурфинии и прочие длинноплетистые питуньи ну а в следующем видео я уже расскажу о шоках и изиках покажу еще наверное туда же пикабеллу трилоджи в общем все другие мои еще питуньи ну а если вас такая тематика интересует подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео до до новой встречи друзья